А это какая-то вообще мировая практика? То есть это делалось как калька с каких-то образцов уже опробированных, вот эти выделенные полосы? Ну, сам подход введения выделенных полос для общества транспорта, да, это брался мировой опыт, а конкретно уже решения проектировочные, которые в Москве применены, в том числе, например, обособление выделенных полос вот этой буферной разметки, шевронами так называемыми, чтобы туда меньше автомобилистов выезжали, в том числе, там, по незнанию. Это уже практика московская. Ну, и камера еще очень сильно влияет. Да, кстати, да. Дисциплинирует. Дисциплинирует очень фундаментально. Я тоже водила машину, сейчас нет, а, в принципе, тоже в семье. К нам обращение есть, и под установки камеры тоже. Казалось бы, там, автомобилисты их должны все не любить, но есть обращение, люди просят поставить. Например, где-то кто-то вторым рядом поворачивает, или по обочине едет, или там кто-то на красный проезжает, то есть, в том числе, есть общественный спрос даже и на установки. Нет, нет, о чем вы говорите, когда вот эти дикие, там, 90-е, которые уже, как бы, сейчас над ними все, по-моему, смеются, ну, это было, правда, кошмар. То есть, делали все, что хотели. Да, хулиганили, да. И когда все это появилось, сначала думают, да что ж такое, что ж, уж следят везде. А сейчас я, наоборот, понимаю, чем больше, тем лучше. Сам успокаиваешься, другие успокаиваются, как-то дисциплинируют, ну, и так далее, и так далее. Это и есть порядок. Отмечаете, вот, изменение культуры вождения? Вот это, вот, есть продолжение. Уступает, уступает. Да, с таким вот... Нас надо приучать к этому. Вот таким образом, конечно, что если раньше вот эти вот шашечки на Кутузовском, ну, сколько там, каждый день нам показывали, то сейчас, ну, идет нормальный поток. Просто проходит слишком много, наверное, времени, там, 10 лет, и кажется, что это уже все было. Этого ничего не было. Это все построили... К хорошему быстро привыкаешь. Да, к хорошему быстро привыкаешь, понимаете. Сколько развязок иногда едешь, смотришь, думаешь, ну, как, в Нью-Йорке, наверное, такого уже не увидишь. Да бог с ним даже с этим Нью-Йорком, у нас же намного лучше. А не говоря уже про то, что какие сейчас дороги, второй, третий ярус, я уже не знаю, может, даже четвертый будет. Ну, это колоссальная работа, я это четко понимаю. Это очень важно. И это все вот конкретно вот лично вот для нас, для обычных как бы людей. Это очень важно, да. То есть дорожная связность именно в виде создания альтернативных каких-то маршрутов проезда, соответственно, это очень важно. То есть и это можно делать как вот с большими стройками, чем занимается стройкомплекс, то есть новые развязки, новые дороги, новые направления, так и новые левые повороты, развороты. Это вот уже мы как раз занимаемся. Да, то есть представим себе там, не знаю, шестиполосную дорогу, там, с светофорами, с пешеходным переходом. А, значит, чуть-чуть заезжаем все полосы, делаем разделительный стройок в центре, и там вписываем полосы для разворота. То есть когда машины стоят, пешеходы переходят, как раз машины могут развернуться. Вот только, так сказать, по проектам, которые в моем отделе, за эти годы более 30 таких вот разворотов, собственно, созданы. А что это значит? Значит, что машина не будет ехать еще там километра два и так далее, что до следующего там пятипровода, она вот здесь развернется, получается вот этот порожний, паразитный пробег, она просто дорога от себя освободится. То есть она сама сэкономит время, сам водитель сэкономит время, и дорога от себя освободит. То есть в итоге вот снижается время в пути, снижается длина маршрута, снижаются перепробеги, увеличивается скорость. Про тот же, вот по поводу разворота, когда я только в Москву приехал, по 2000 год, я где-то пропустил съезд, и пока до Кремля не доедешь, развернутся тайны. Да-да-да, у меня тоже было много раз. А сейчас еду, появилась, опять же, это Дорохова, параллельная практически, туда в центр приехать. Потом, может быть, лет 7, там, назад, 8, я не помню, второй появился, второй Кутузовский, ну, второй этаж. Я первый раз, когда проехал, с работы ехал, думаю, ну, Москва растет. Это когда машина перестроена, да-да-да. Андрей, а вот вопрос, который я обычно, когда мы с Сергеем беседуем, в другом, я задам его вам. Расскажите про ваши творческие планы. Да, кстати. В год где-то вот у меня, получается, 30-40 проектов по переразметке реализовать, это не считая, там, разной другой работы, светофоров, там, корректировок в другие проекты, где мы на совещаниях участвуем, 30-40. На этот год планы масштабнее. То есть, очень надеюсь, что 60-70 удастся реализовать. Однако. А, значит, направления, опять же, все те же. То есть, у нас несколько есть программ, скажем так. То есть, чтобы предложения как-то вот группировать, удобнее, там, показывать, для границ, и самим понимать, и людям рассказывать, мы их немножко группируем. Ну, вот одна из программ у нас по кольцевой магистрали. То есть, это МКАД, ТТК и Садовая. На третьем кольце мы, соответственно, не на всем протяжении, а только на тех участках, где именно повышенный спрос, мы также содержали полосы, добавляли ряд. Это и с Северного Сущевского валу было раньше 4 ряда, стало 5. Это и с юга, соответственно, там, на подъезде к Варшавке, опять же, было 4, стало 5. Там, в районе Лефортовской набережной, где мы сделали съезд, опять же, полосы добавили. То есть, еще на ряде участков. Третье кольцо, скажем так, почти полностью уже готово. Вот в этом году, очень надеемся, будет реализован еще один проект. Вот Русаковская, примерно там, от Щелковского шоссе до проспекта Мира, на внешней стороне еще одна полоса добавится. МКАД, соответственно, тоже большая программа. Она началась в 2019 году. Ну, МКАД длинный, стоят 109 километров. Там обычно разметку мы стараемся менять вместе заменой асфальта, потому что, ну, большие участки очень протяженные. Там мы добавляем шестую полосу. Где-то на 25% протяженности МКАДа уже шестая полоса есть. Опять же, делаем не везде, а именно там, где спрос повышенный, где, например, МКАД не имеет альтернатив. Где-то там он имеет альтернативы, в виде дорог внутри города или снаружи, а где-то просто альтернатив нет, и поэтому нагрузка повышена. Вот на этот год, скажем, у нас там запланирован участок от развязки с Новоарижским шоссе до развязки с Рублевкой, кстати, в прозапад. Опять там жил. Опять запад, да. Вот там сейчас пять полос. А с одной стороны Рублевка упирается в МКАД фактически, ждали, что там фактически пиковое направление, маленькое. А с другой стороны Новоарижское шоссе, оно в области широкое, а в Москве там тоннель узкий. И опять же спрос повышенный на МКАД. Вот там должна появиться шестая полоса. Проект, соответственно, готов, утвержден. Турбо-кольцевые перекрестки тоже вот такая вот в последнее время популярная тема. Это несколько лет назад мы придумали. Значит, суть очень простая. На обычном кольце развязка крутит вокруг островка, и непонятно, где можно съехать, где заехать, и часто недопонимание какие-то аварийные ситуации. Да, я купила, да, да. А мы делаем разметку направляющей. То есть мы на въезде на круг ставим знаки по полосам, и по разметке дальше показываем, в какой полосе нужно находиться, чтобы повернуть налево, проехать прямо или направо. Как показывает практика, скорость повышается, то есть где-то процентов на 10-15, и аварийность снижается. Потому что однозначно понятно, кому, в какой полосе, где надо находиться. После сегодняшнего выпуска ждите шквал обращений в ваш телеграм-канал. Я думаю, очень многие захотят и вопросы задать, и что ли предложить. Андрей, Валентин, Сергей, огромное вам спасибо за разговор. А мы после рекламы продолжим разговор о столичном центре организации дорожного движения. Это программа «Мой район».